Всем привет! С вами Евгений Соловьев, канал Автология. Хочу поделиться с вами новостью, которую нашел совершенно случайно. Причем не на новостных порталах, а у себя в мобильнике в портале в приложении Госуслуги. Оказывается, появилось новое приложение, которое называется Госуслуги Авто. Вы туда заходите, логиньтесь через свои Госуслуги, и у вас подтягивается автоматическая информация по автомобилям, которые вам принадлежат. При этом вы можете еще и самостоятельно добавлять какие-то другие автомобили, информация о которых, например, в базе ГИБДД автоматически не подтягивается. Зачем это все нужно? Фишка в том, что здесь есть такая кнопочка «Предъявить СТС». Если вы ее нажимаете, то выезжает QR-код, и этот QR-код можно показывать инспектору дорожного движения вместо привычного бумажного СТС. Удобно? Да, офигенно. Но есть нюансы, о которых я расскажу чуть-чуть позднее. Также здесь вы можете сами забить водительское удостоверение, все данные по нему, и, соответственно, загрузить фотографии с двух сторон. Водительское удостоверение не очень понятно, зачем сюда заносить, потому что QR-кода нет, и таким образом вы сможете, конечно, его показать, но информация не автоматически подтягивается, вы можете сами забивать, и поэтому она может не соответствовать действительности. Поэтому как будет инспектор проверять, неизвестно. Итак, инициатива классная, здоровская, и, скорее всего, в ближайшее время вас будут спрашивать, кого застанавливать, будут спрашивать, есть ли у вас QR-код. Вот это речь именно о нем. Если можете, показывайте. Если нет, то будете показывать привычное СТС. Но привычное СТС пока что все равно нужно с собой возить, потому что по закону вы обязаны его иметь. И инспектор его может спросить, а может не спросить, потому что приложение сейчас работает в экспериментальном режиме до нового года. И только с 2022 года уже начнет работать полноценно, и то, я так понимаю, не сразу, сначала какие-то там законодательные инициативы нужно будет утрясти. Тем не менее, штука классная. Если вы забыли, например, СТС случайно дома, и вас остановили, то есть шанс, что можно проскочить, показать QR-код и поехать дальше. Причем, интересно, что здесь вы можете настроить внешний вид. Например, выбрать все типы автомобиля, ну, пускай все-таки будет легковой. Ну, допустим, я хочу автомобиль красный. Да, и, пожалуйста, такая вот есть возможность кастомизации. И в будущем в это приложение после нового года добавят возможность обжалования штрафов с камер. Да, то есть, например, бывают такие случаи, когда машина едет, ее тень пересекла линию, которая обочину отделяет от прежней части, а вам пролетает штраф. Так вот, такие вещи можно будет обжаловать прямо через приложение. Это очень здорово, классно, потому что до сих пор все работает только в одну сторону. Нам все электронно отправляют, а мы максимум можем штраф оплатить электронно. И, кстати, оплативать штраф можно прямо из этого приложения. Я так понимаю, что они сюда также будут автоматически подтягиваться. Фишка интересная, но не новая. Как вы знаете, например, уже давно работает помощник ОСАГО, куда вы можете загрузить свой полис, и в случае чего нажать кнопочку красную, не будешь все нажимать, оформить ДТП. Если у вашего оппонента тоже есть это приложение, то можно Европротокол прямо вот с мобильников обоим настроить и до 400 тысяч рублей получить возмещение. Классно, удобно, то есть мне очень нравится, что вот эти инициативы все-таки, они как-то развиваются в нашей стране. Выборы, слава богу, прошли, поэтому вы меня не заподозрите в том, что я здесь кому-то симпатизирую. Просто рассказываю про действительно удобные сервисы, новые, про их будущее. Ну и про то, что если вы случайно нашли вот это приложение, так же, как и я, да, все равно водительское удостоверение и тем более СТС, с собой возить нужно обязательно. По крайней мере, пока. Надеюсь, я сегодня рассказал что-то новое, интересное. Для вас, надеюсь, это было полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. С вами был Евгений Соловьев, канал Автология. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok